Карлос Костанель Андрей Лапин Значит, Костанеда был маленького роста, щуплый, достаточно сухой такой человек. Лицо его соответствовало возрасту. Кстати, вот когда здесь Володя показывает, это рисунок с фотографией, действительно, его волосы такие короткие и слегка всклокоченные, седоватые были. Когда он говорил, он достаточно энергично вот так двигался, прохаживался. И, знаете, если так прикрыть чуть-чуть глаза было или расфокусировать взгляд, то создавалось впечатление, что это молодой человек, хотя ему было за 70 тогда. То же самое сразу же скажу и о женщинах его партии. Кэрол Тикс, Флоринда Доннер, Тайша Абеляр и Норик Александр. Это голубой лазутчик, о котором там писалось. Они все понимаете, вот казалось, если булавкой их ткнуть, то оттуда фонтан энергию ударит, такой вот водопад. И несколько слов еще я скажу после этого всего о том, как учение Кастанеда представлял, когда я, ну вот был этому свидетелем, когда оставалось два года до его ухода. Это 96-й год, несколько семинаров. Значит, как сегодня упоминалось, основа концепции мировоззрения состоит в том, что есть тональ, мир физических предметов, мир материи, и нагваль, мир энергии или мир духа. И человек воспринимает физический мир из так называемого первого внимания, обычное восприятие, которое обеспечивается органами чувств и умом. И мир энергии воспринимается в состоянии второго внимания, или по-другому можно сказать ясновидения, вот в таком виде, как о нем писал, ну и говорил Кастанеда. Ну и все помнят, что есть еще третье внимание, которое превосходит первые два. Кастанеда говорил, что когда, кстати, вот не сразу, не будем говорить о том, был ли Дон Хуан или нет, отвлечемся от этого совершенно. Кастанеда говорил, что Дон Хуан не сразу его стал воспринимать как потенциального ученика. И только после какого-то времени общения, один раз на вечеринке, где был Дон Хуан и его товарищи, куда позвали Кастанеду, ему там дали пару пилюлек из кактуса, и он начал играть с собакой, которая там присутствовала. Они начали, игра была необычная, состояла в том, что они мочились друг на друга. И Дон Хуан воспринял это как знак, что это, сказал он, совершенно нехарактерное поведение для собаки было. Про Кастанеду он не говорил. Вот, значит, человек, умирая, когда заканчивается этот клей жизни, остается один на один с безграничными вот этими потоками энергии, которые персонифицировались в виде орла с большой буквы. И орел поедает души умерших. Но существует возможность, и многие присутствующие здесь ее уже реализовали, пройти мимо клюва этого орла. Для этого вначале следует идти путем охотника, охотника за знаниями. Кстати, Кастанеда говорил, что вот время, там, почти 20 с лишним лет его взаимодействия с Доном Хуаном, учение дополнялось, оно было не застывшим чем-то. Дон Хуан внес несколько принципиально новых моментов, которых до него в линии этих новых видящих не было. Кстати, я учился, у меня был товарищ по университету Патрисио Алекандро. Он чилиец был и президент, это примерно 90-е годы, там, президент Всемирного Союза индейцев. И когда я спросил его о Кастанеде и вот этих магах линии Дона Хуана, он сказал, что он знает всех вождей всех племен, ну, это большая организация была, он сказал, что в каждом племени есть свои Дон Хуаны, ну, фигурально выражаясь. Итак, да, важно, что Дон Хуан привнес, это была тропа сердца, что надо идти тропой сердца, то есть фактически быть в состоянии любви к существованию, приятия к земле, ко всем проявлениям этого огромного мира. Потому что он говорил, что тропа без сердца опутывает мужчин и ничего хорошего из этого не выходит. Следующая ступень была воин. Воин – это тот, кто выслеживает силу. Силой он называл вот эту вездесущую энергию. Ну, и сознание человека тоже является энергией особого рода, особой светимости. Значит, он еще повторял Кастанеда, что особенностью вот этой школы было то, что потенциальные ученики брались те, у кого уже развиты энергоструктуры. Об этом говорилось, как о сегментах в коконе. То есть предварительные ступени, как вот в раджа-йоге и цыгун, работы с каналами, о которых там и не говорится даже, не были нужны. Кстати, Кастанеда и Кэрол Тикс рассказывали, как они занимались цыгун. Они заинтересовались цыгун при живом Дон Хуане. Они заинтересовались цыгун, и в Лос-Анджелесе был один известный учитель, китаец, который переехал туда. Они пришли к нему домой, им открыли двери. Была большая очень такая широкая лестница на второй этаж в покое. Им сказали ждать его. Через минуту он появился в халате, в таком шелковом, очень толстый человек. Он стал к ним спускаться, запнулся, покатился вниз и умер. И они тихо ушли. И он сказал, что на этом изучение цыгун было завершено. Как сегодня уже говорилось, психоэнергетические практики конкретные, непосредственно, не описывает Кастанеда. Он говорил, вот то, что я слышал, что это сделано было в том числе для того, чтобы избежать искушения у неготовых к этому людей делать эти практики, которые не пойдут впрок. Да. Вот то, что передо мной уважаемый оратор говорил, он придавал большое значение вот этому делению на верхние и нижние пузыри восприятия. Соответственно, тональ, физический мир, воспринимается из верхнего пузыря восприятия, а нагваль, мир энергии, воспринимается нижним пузырем восприятия. И один из этапов этой работы состоял в том, что вскрывался, лопался этот нижний пузырь восприятия, что ассоциировались с тем, что вот эти вездесущие волны энергии проникают, затапливают кокон. И еще об этом он говорил, как о том, что нужно выровнять внутренние эманации по внешнему. В досужем понимании этого слова это означает гармонию, гармонию как уравновешенность, соразмерность. Но здесь речь шла об вот этом энергетическом выравнивании внешнего по внутреннему. Нет. Внутреннего по внешнему. И Кастанеда, и женщины вот эти все трое говорили о важности перепросмотра в начале пути. Кстати, я видел, как люди хотели попасть в близкое общество к Кастанеде, к этим женщинам, но твердо было сказано совершенно определенно, что добровольцев на пути, которым шел Кастанеда, не бывает. Брались люди те, которые как пазл в эту малую группу входили очень точно с соответствующими особенностями их существа. Ну что же... Да, про перепросмотр. Перепросмотр нужен был для того, чтобы вычленить из предыдущей жизни повторяющиеся моменты. Плюс к этому те ситуации, в которых человек эмоционально был включен в прошлом и потерял там энергию, перепросматривая их, эта энергия возвращалась. Это методологическая уловка такая. Значит, перепросмотр, вот что еще важно, ведь состоит не только в тщательном вспоминании прошлого события. если вы неверно себя вели, небезупречно, не в соответствии с целью, если оно у вас есть большой буквы, то вы находили в том числе, не только гоняли это воспоминание, чтобы оно перестало быть отягощающим, а стало просто воспоминанием. добивались того, да, чего добивались, вот этого добивались. Скажу только, да, что по памяти, как вы помните, в Йога-шутре Патанжале в первой главе говорится о том, что вот самадхи именно, а сам праджнята самадхи достигается перевести можно так, намерением остановки ума, в котором лишь сохраняются прошлые впечатления самскары. Так вот, перепросмотр был нужен для того, чтобы избежать этих повторов и вернуть энергию. Советовали они, вот и Кэрол Тикс говорила, если вы начинаете акт перепросмотра, то лучше всего начать с составления списка сексуальных партнеров ваших, там, последнего, предпоследнего, если они вообще были, и так далее. Кстати, Кастанеда, когда рассказывал что-то, он иногда отпускал такие шутки, которые я не решаюсь даже здесь повторить, и все-таки скажу. вот на примере перепросмотра он говорил, что вот он составил список имен тех женщин, с кем был близок, и дальше он делал так, он читал имя, фамилию, и дальше говорил, что ты наделал, что ты наделал, вот так вот. Это еще не самое веселое, что он говорил. они подчеркивали все время важность борьбы с чувством собственной значимости, вот с этим постоянным индульгированием. Дон Хуан говорил Кастанеде, что ты так себя значимо воспринимаешь, что позволяешь себе быть обиженным на весь мир. Кастанеда с Лагордой в первой их партии, которая потом была вторая партия, где была Кэрол Тикс и другие, он ведь когда уже стал миллионером и мог жить совершенно спокойно, он с Лагордой под другими именами пошли в прислугу в один дом с очень такими властными и жесткими хозяевами. Это все делалось для того, чтобы безжалостно выдавливать из себя вот это чувство собственной значимости, что вело в итоге к потере к стиранию личной истории, к потере человеческой формы, как говорил он. Да, и очень существенно пользу, которую люди получают, читая его книги, это, например, такая вещь, как работа с мелочными тиранами, когда человек начинает воспринимать того, кто его подавляет, как один из способов научиться чему-то, стать более гибким, пройти мимо него, ну, в кавычках пройти, так, чтобы не было проблем для человека. Вот еще сразу скажу, что нет, не скажу, значит, Эдон Кастанеда говорил, что очень важно работать по разрушению шаблонов, это выражалось в том, что человек нарушает обыденное расписание или ходит не тем маршрутом, каждый раз разным из одной точки в другую, на работу, например. По сути, вот эти разрушения шаблонов, это был как бы динамический аспект перепросмотра, то есть перепросмотре вы в тишине кабинета, сидите и дышите, вспоминаете, а здесь вы погружаетесь в нетипичную ситуацию и ведете себя там необычным образом, для того, чтобы механическая автоматическая часть перестала работать, чтобы рефлекторные инстинктивные позывы были прекращены. вот что важно он еще говорил о контролируемой глупости. В начале то, что связано со сталкингом, в начале обучения у Дона Хуана в основном контролируемая глупость представлялась, сталкинг представлялся Кастанеди, как в том числе вот это искусство пройти в опасных ситуациях неуязвимым. Но к концу по слухам в 73-м году Дон Хуан покинул этот мир, к концу своей жизни он сделал акцент на выслеживании собственных недостатков, собственных пороков. вот сталкинг, выслеживание несовершенств. И большое значение он все время напоминал о практике работы со смертью. Если вы помните о своей смерти, ее персонифицировали сзади, слева, считалось, что если быстро повернуть голову, то можно увидеть тень ее, которая всегда здесь. Он говорил, что если вы спрашиваете совета у своей смерти, то огромное количество мелочей исчезает для вас. Жизнь без памятования о смерти становится просто личным хаосом. что смерть как мудрый советчик, спрашивая совета у которого вы видите данное действие, вот вы что-то хотите сделать, приведет вас, приблизит к стратегической цели или нет. Вот. сегодня о ментальной паузе говорилось. Кастанеда упоминал, что на начальных этапах, в том числе именно с ним, Дон Хуан использовал вещества. Он говорил, что делал это вынужден, фактически вынужден был делать Дон Хуан, потому что Кастанеда, так он о себе говорил, был очень непробиваемым. Его диалог очень трудно было остановить, хотя бы даже замедлить. Но впоследствии он сказал, что он рассказывал, что вся печень у меня в шрамах после этого, и что это был тот опыт, которого можно избежать. Значит, еще использовали простые вещи, типа пристального созерцания чего-то, как в йоге тратака, когда вы смотрите на что-то, например, на текущую воду или на пламя, и если вы это делаете долго, то выключается ум, мозги устают, и вы просто пребываете в состоянии осознанности. Он говорил, что сознание и ум находятся в рецепроп в рецепроп окнах, то есть противоположных отношениях, что пока есть ум, пока есть интерпретация, анализ вот этот непрерывный, то осознанности быть не может полной. И только когда ум утихает, тогда вы присутствуете, тогда вы слиты с реальностью. вот еще такая про сновидение. Он сказал одну интересную вещь Кастанеда, что искусство сновидения включало в себя не только люцидный сон, то есть осознанный сон, когда вы спите и знаете, что спите, но и несколько другую вещь. В сновидении человек видит образы. Так вот, другая грань искусства сновидения состояла в том, что визуализировали, создавали образы и после этого насыщали их энергией сознания практикующего. Это то, что соответствует ступени Дхьяна, в йоге, то есть медитация. Медитация не как расслабление на коврике и представление того, что вы на облаках, а именно как непосредственное постижение, когда вы тождественны тому, в чем, на чем или, нет, в чем пребывает ваше сознание. Он говорил, что концентрация бывает двух видов на объекте и в объекте. Например, можно концентрироваться в животе у себя как бы из головы, то есть я здесь, центр самоощущения здесь, но внимание направлено сюда. А можно сместить центр самоощущений, чувствуя, ощущая себя более или менее успешно, зависит от способностей, в соответствующем месте и оттуда смотреть экстремальные ситуации, так, так. Да, вот он говорил, что, ну, это и в книгах написано, что иногда они делили все это учение на три искусства сновидения, сталкинга и нет, сталкинга, намерения и сознания. Сталкинг, значит, вот Дун Хуан привнес акцентированно на то, что сталкинг как прагматически важная вещь, это работа со своими недостатками. он говорил, что битва происходит здесь, в этой груди, усилия на пути. Это, кстати, точно соответствует значению слова джихад, которое в изначальном смысле употребляется в Куране. сновидение, 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 а что про сновидение? Вы говорите, что существует третий поиск. А, да, искусство намерения, искусство намерения, вот сегодня упоминалось, это был чрезвычайно важный аспект учения. Гурджиев, например, говорил о магнитном центре, о центре устремленности, когда вы формируете себя так, что вы устремлены к чему-то, направлены, пользуясь языком Дона Хуана, вы намереваетесь на это. Намерение означает не хотение, не желание эмоциональное, а именно вот, что так и есть. Трудно описать словами, что это. Флоринда рассказывала Донор, что она, значит, вот, когда спрашивала Дона Хуана о намерении, он дал ей задание сделать реферат по всем школам интенциональности западным, западной классической философии. Она сказала, что написала толстую вот такую кипу бумаг, принесла ему, и он ей сказал, спросил у нее, ты что-нибудь поняла больше о намерении? Она сказала, что, конечно, нет, что эти все вещи не имели ценности. Да, вот, он еще говорил о важном аспекте, он называл это расчистка тоналя. Тональ это ведь тело-ум, то есть та часть человека, которая погружена в этот мир. И он, помните, там пример такой был, он собрать велел всем в мешок магнитофон, радио, еще что-то, и другой человек взял стол, отнесли где-то недалеко за город, в пустыню, поставили стол, наложили предметы, и Дон Хуан сказал, что вы видите? Они стали говорить радио, магнитофон, стол. Тогда он подошел и все это разбросал, и говорит, что вы видите? Горы. Вот, собственно, и все бестолковое мое выступление. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Как вы думаете, каких ...